слышно да голос слава христу игнатих ночь вот хотел задать у вас вы наверное единственный человек который можно задать этот вопрос из знакомых вообще которых или и ныне живущих которые могут дать правильный ответ но перед этой я хотел вопрос о тюрьме задать но перед этим хотел у вас поинтересоваться вот какой выпад вы я знаю наизусть знали сотни стихотворений читали много различных писателей поэтов знаете вот какой из них вот писатель и поэт для вас что вы считаете самым лучшим и самым полезным для чтения какого выделить я буду спрашивать чтобы вы сами их называли кто написал братья карамазов и там великий инквизитор фёдор михайлович достоевский все первый но я буду по два хотя бы называть а кто написал вот этот однодум николай семёнович звать его этот лесков точно второй все когда представили владимиру лищу ленину на рассмотрение памятники ставить какие он выщеркнул только одного лескова это чем-то говорит а стоит прослушать одно другое у него и ты поймешь что талант его не просто не границ не имеет у него все там заложено и юмор и вот это два а поэты я спрашиваю кто больше всего басин написал ну понятно кто иван андреевич крылов ну крылов понятно да больше всего употребляю когда не хватает стихотворения своих в книгах употребляю его и второй поэт это ника это нацен семён яковлевич еврей принявший православие он жил всего 24 года лермонтов 27 пушкин 37 можно понять как у него и чахотка была и у меня когда спрашивают столько стихотворения нулю не знает что у меня много я к стихотворениям это не называю называю проповедь в стихах 3467 и каждое стихотворение у меня 9 куплетов 36 строчек и очень во многих напротив каждой строчке показано место писания какая глава какая книга какой стих этого нигде в мировой практике не было никогда нигде но мне говорят вот это много или мало я сделал статистику это у меня написано было за примерно восемь с половиной девять лет примерно так вот за всю жизнь сколько написал пушкин лермонтов некрасов и блок так у них маленько еще поменьше получается а как это может понятия не имею темы которые у меня освещены ни один поэт не хватал он даже не знал бы что сказать почему знание святой библии святых отцов я туда все это вложил вот виктор николаевич савченко это для меня самый близкий композитор бард больше 70 наверное 78 положил стихотворение на музыку поется вот а теперь люди спрашивают вот вы пишите ну примерно кому-то подражаете отвечаю никому никогда ни в чем почему я даже себе не доверяю как не доверяю ну вот сегодня проповедь ну простая проповедь окажется о рождестве еще можно сказать о вознесении я смотрю у меня проповеди восемь уже было сказано я стараюсь не считать чтобы не делать повторов я снова начинаю выпрашивать у бога господи что там есть а мытарь парисей что сказать то ну понятно что мытарь хороший а парисей это плохой а у меня по другому мне надо чтобы они были вместе и вместе оба спаслись такую вот мысль то когда поставишь и ты понимаешь притчи не сказано каждый пошел своей дорогой или были изменения а теперь давай я проиграю как ну воображение первого качества лидера по воображаемой я даже все это говорю у меня иногда готовлю долго очень готовлю проповедь прочитать какие говорили патриархи святые отцы златоусы то сколько время уйдет вижу это все известно но с самой глубины мне надо их найти с чего они не коснулись я начинаю выпрашивать и вот уже беру с собой такой листик на котором места библии написано у меня ничего нет в одну ладонь помещается на одной стороне бумажка и вот смотрю когда на это и уже все уже вот-вот буду читать евангелие а за евангелие мне брат Севастьян вот так головой кивнет дескать ну можно выходить и в это время у меня как о сиянии какое-то и я говорю многое точек ему не приготовился вот еще какое чудо а когда спрашивают вот и что писать я говорю когда мы молимся и у меня вот так вот строка а я не вижу она где-то там глубже и она идет вот так строка я быстро читаю ее я вот тут же у меня пачка бумаги лежит на столе 5-10 ручек и говорят карандаши я сразу напишу карандашом как правило потому что дешевле и дальше 36 строчек 9 куплетов 9 и 4 36 в основном у меня 4 строчечные ни ямбы там рифмы я этого не понимаю я как оно складывается вот пример заговорили святая святая Русь я вижу нигде она святой никогда не была и тогда в то время у меня святая Русь когда была святая я тоже записал а что будет дальше я не знаю но получается что если мне глаза завязать 35 строчек мог бы написать и сохраненные эти у меня черновики ни одной по марке ни в одной строке нету как это может быть я вот у Пушкина смотрел он раз 5 зачеркивает опять пишет лучше я пробовал делать не получается только хуже вот это тоже надо помнить и говорят ну знаете столько поэтов кому примерно похоже так примерно Бальмонту Константину Дмитриевичу вот более всего мои в пропаде стихах похожи на его стихи вот это я уже делюсь этим вот это вот откуда я в основном молодежи могу посоветовать считать какие поэты хотя у меня в 26 томе их там много 300 поэтов за 200 лет что написали это 20 тысяч файлов но без Евгения Евтушенко если бы он меня не наткнул туда я бы конечно это не знал искал бы может дольше ну вот так его как-то спросили а какие поэты самые настоящие поэты ну а назвал двоих например а три он говорит три а назвали двух ничего не понятно третий я одна одна тут выступала 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 и вот говорит вот я скажу такая красивая такая да ну все она может сделать это я говорю о себе я сама это придумала но скажу у нас урожаи никогда не будут хорошие пока не похоронят кто на красной площади одна артистка выступала вот коротко по этим вопросам как я отмечаю старобрядцы будут обижать у них юмора нету ни за триста лет за триста шестьдесят ни одной строчки нету ты еретик переходи к нам а я везде беру добро а сейчас похороны этого иеринея иерусалимского иудея это патриарха я считаю слушаю один другой смотрю что же за такое то там люди неверующие военные стоят стреляют в небо как его хоронят а слове божьем вообще ничего нигде нету я ну один ролик просмотрел второй время много трачу но не зря это я еще раз вижу что как у меня написано предисловие в моей книге к истинному православию создана совершенно новая религия не имеющая ничего общего с апостольской верой вот и все все где как зайти что христос взял никакой воды не подливал взял вина и подал что вы выдумываете то были дни опресников все непонятно то что мы не правы но я православный я все принимаю ну я же не могу так что я принимаю и верю не так я знаю библию и поэтому говорю что католики правее нас у них опресники но у них обладка совершенно никуда не годится обмакивает те и другие неправильно сектанты делают правильно преломляют и чаша идет но там ничего нету у них нет рукоположения вот как устроил враг и вот этот материал которого вы дали вчера я даже не думал что так закончилось все выдвинул большими раздвинул но не добавил нигде ни одного слова так что здесь подозрение на меня не убрал и не добавил ну а вверху сделал сравнение посмотри вот сколько знаков здесь а слава божьим нету и вот там поменьше маленько в коринфянам и сколько знаков и сколько раз о Боге о Христе я не говорю там колосянам послания кефесянам там еще намного меньше если надо я бы выстоял все вот так если вы кому-то дали на проверку никто бы вам так не составил и такие сравнения не сделал это точно это уже определенно дальше если у вас появятся теперь по вашему уже статусу новые какие надо если доверяете можете послать а также разбазарюсь простите за выражение да да это очень это очень нужно меня когда я прочитал у меня сразу первая мысль надо послать вам чтобы вы прогнали но все что вы оповетили больше того даже я ну то есть вы даже заметили то что я тоже не знаю я даже не заметил и потом смотрю действительно как я это пропустил вот так вот так так я еще вернулся раз и прости прочесал нет все все взял и где увеличил чтобы никак мимо не прошел а дальше сам думать что там так или не так мне это нужно специально чтобы я знал к чему мне не прилагать сердце да а к чему прилагать да это я хочу надо запомнить мой наказ понял понял вот на меня заходит утром появится а на молитве его нету один такой который говорит во мне не чистый дух вот ему как то дайте знать написать или что ему я никак не пишу ему и сказать не просыпай делай что тебе сказали сейчас идет пост не просто там ты заменил пищу ну килограмм тридцать лишнего веса то он до ста восьми довел а дальше не может спуститься а было сто двенадцать там кажется и никак и поэтому я все считаю каждый день молюсь и упоминаю утверждил об этом говорит не забывайте я тут от вас получил то другое но сколько говорил это было не того и поэтому я понял его по другому никак не прошибить и он ни на шаг не отходит каждый день раза три на меня заходит что не забывайте я здесь есть еще я еще живой вот конечно я молиться как вы никогда не буду как молиться я не выдумываю ничего считаю которое песнопение есть я еще дергаюсь то сажусь у меня на сиденье подушку вот такая шитая и чтоб мягко было потому что требует этого операция и вот показал валенок видите а мне разницы никакой нету еще же читайте жития святых да они никогда не знали что такое баня что такое переодевание ну считайте зачем тогда считаете а мне это сродственно я конечно моюсь хожу но не так часто и летом тоже своя баня в чужую не хожу ну здесь это дело то вот такое дело ну вот коротко о поэзии о писателях то есть самый умный из всех поэтов это крылов все таки крылов конечно Иван Андреевич потому что там все это в таком виде догадайся а Васька слушает да ес так ну ладно тогда переходим к второму вопросу вот ну вы подвергались двум арестам в жизни да то есть ну вот меня интересует до того когда вас арестовали вы уже знали об этом за сколько времени вы до этого уже знали если знали об этом да как вы к этому готовились и как вообще готовиться к аресту и заключению для меня очень большую роль сыграла книга Александра Ивановича Солженицына архипелаг ГУЛАГ если ты перешагнул порог тюрьмы сам себе скажи пришел умереть все сдохла собака ни один со мной ничего не сделает что они делают пытают это все подвигает к тому что я хочу на остальное дело Божье нигде не вмешивайся в разговоре постоянно молись и поэтому когда я разговаривал с теми кто отбывал как отец Дмитрий Дудко там 7 лет Глеб Якунин там в якутских играх Александр там Огородников Зоя Крахмальникова ну со всеми кого можно было я встретил ни у кого даже в помине не было как у меня даже не верят что так могло быть почему у меня я доходился как будто я в храме и у меня об этом написано как в затаренном пространстве когда я нахожусь которые в 86 году вышли у меня стихи их написано тюрьма камера такая-то вот они из меня и как вынести их все отнимается и поэтому у тебя не отберут дело приговор когда тебя вынесли еще до суда уже следствие закончилось и в отпечатанном виде тебе дают тогда ты берешь знакомишься и все время она у тебя мог апелляцию послать куда-то опровержение а там впереди корочка и лист первый след так я там мелко-мелко написал а потом кашей замазал вот так и она получилась как корочка а стихи там внутри в этой каше каша по бортам прошла и охраняет ну и многое было что для слова божия нет короче там все есть там все как готовиться когда нужно ли ну вот особенно с архипелага гулак у меня началась полная подготовка а как подготовка где бы я не был узнавал вот прихожу к отделенным баптистам они совет церквей назывались которые советской власти не подчинялись молодежь учили учили проповедовали у них там сто тридцать кажется человек арестовано было тридцать я примерно так говорю не вернулись домой уже никогда вот это храпов оттуда это все они вот и один однажды там вышел их брат и говорит этот костюм сзади разрез делает его надо зашить зашить это лишнее тепло будет ну и все прочее вот об этом там бойко у них есть такой я его взял много считал азаров который много я сразу пришел домой в этот же день зашил и в первый же день пребывания в тюрьме я понял как это полезно лежать матраса нету а полоски железа а у тебя все раздвинулось и лежать где холодно никогда не ложись на спину там почки только на животе а на животе котел котел работает ты никогда не заболеешь если тебя кормят то я это понимал и меня почки остались целые мне очень сильно помогли те узники которые были и которые чем-то поделились ну там бы не были уроки а просто они говорили а я все хватало списал себе я определенно начал уже готовиться я могу сказать когда когда начал начитывать пленки это где-то семьдесят седьмого года примерно а к восьмидесятому я уже пятьдесят томов насчитал на магнитофон никакого интернета еще и не было и ну я уже чувствовал отец Арсения эта книга как будто он есть а его не было хорошо составленный образ он не было его никогда нигде не могилы никто не знает кто писал и прочее но он говорил об этом что там когда он был брошен в холодильную камеру и загорелись введения огоньки везде у бога свои люди это я уже знал тут будут люди какие-то которые мимо меня не пройдут ну и у меня был распорядок тут я этого нигде не мог найти просто по наитию вставать а если подъем допустим в семь или в шесть то я вставал всегда ровно в четыре я просил только у бога одного чтобы дух молитвы меня не покинул и баптисты спрашивали что такое дух молитвы я не могу объяснить это духовный дар от бога и ангел хранитель стоящий рядом поэтому нигде ничего не делал все правила которые в камере я старался быстро ухватить когда обедать тут и хотя бы один на сто человек и ты пойдешь в туалет беда большая поэтому громко скажи никто не обедает никто не жует там ничего все тогда можно зайти в туалет а там ширму подвесили чтобы не видно было ну там мертвая такая тумба вмонтирована стеной очко и все незакрываемое вот это вот главное теперь мне молиться я все просмотрел негде около двери вот такое расстояние а тут шконка кровать называть шконкой там к верху я так стал примерился почти прошел в дверь это когда открывает с этой стороны около меня я тогда спросил я если здесь буду молиться я не помешаю да отец тут каждый по-своему с ума сходит никому не мешаешь я и тут начал молиться оказался он который на второй шконке то лежит на кровати там и дует мне прямо лицо табаком это ничего не значит я как будто к экзаменам готовлю в институте я стою и молюсь у меня день всегда был разбит примерно 4-5 частей каждое моление было от часа до полутора кроме того что поклоны я псалтырь просчитывал за два дня полностью а где взять мелко теперь бумагу который собеседник был достал он шел они там кульки делают где выдают передачи то и ты куда там взял на него директор рыболовного комбината север владимир митрофанович главный рыбак алтайского края у которых космонавты там до президента все отдыхали вот какой он был знатный ну и он захватил и все да надо мне тут ну и принес когда увидел что я псалтырь перед садом что ты будешь дал ему на доброе дело он все попало пишет я думал ты голых бапрессовать будешь а я псалтырь я ее переписал обрезал намусил там где все это и полностью псалтырь крупными буквами потому что там лампочка худенькая но она светит и по ней молился я где-то не знаю во время пожара сгорела или как я псалтырь переписывал несколько раз один раз брату Акиму в армии был открытка а на ней еще приклеена если большая тонкие такие бумага если большой ну по размеру псалтырь там несколько бумажек и так и отправлял ему туда и вот дальше новый завет у меня просчитывался за неделю псалтырь за два дня ну и тысячи поклонов остальное время я мелькишусь туда-сюда вот как войдешь вот допустим все нельзя сделать ты должен подготавливать путь жизни во Христе я нахожусь в Барнауле остановка Кемерово какое отношение ко мне имеет другой регион имеет там в это время работает баландер называют их которые небольшой срок оставляют прислуживать там ну рядом никуда не отправляют когда приговор несут короткий срок и он тут остается там раздает что-то еду связан или с одеянием там матрасами там родственники платят кому-то деньги за это я знаю это петрушку-то и вот когда меня туда привезли а там толпой заходят и кого же ему дает а там он обмоченный там оборванная простынька там от такой длины почему называется дрова им надо шейфир они его туда в наплечнике везде прячут еще на свободе а потом распорят и туда но надо его кипятить вот там под шконкой и теперь эту простынь торвут и жгут она горит хорошо как свяща вот и он меня увидел вот так вот в сторону отойдите я потом я думаю вот да приехал даже мне ничего не дают поторопился а когда кончилось отец ты откуда я говорю из Барнаула я тебя два года жду как ждешь да меня только привезли мне бог сказал к вам вот такой-то человек приедет из Барнаула и ты уже обихать его как надо так я спрятал новые простыни там как крахмальные там все что есть и когда он его не увидел у него такое радостное лицо и теперь я должен узнать как зовут я его на молитвике буду каждый день а которые разводят по камерам две женщины так вы что-то у меня было в деле написано дело от папка которую ну не каждый имеет а тюрьма до тюрьмы но что написано было не знаю но какой-то знак если красная полоса это склонны к побегу то есть наручники себя снимать редко будут но у меня что-то написано было что ко мне нельзя трогать прикасаться МГБ Московское КГБ это серьезная организация и местные со мной обращались просто как будто бы я и не в тюрьме сижу и видимо им сказали и они так двое ведут да куда же себя поселить-то я говорю где табака меньше да везде курят она говорит да кого-то ШИЗО сегодня там никого не арестовали ШИЗО это штрафной изолятор и поэтому туда ну когда подошли туда открыли дверь а там тоже вниз-то опускается дым-то я говорю да тут тоже дым дым одна побежала принесла швабру а вверху маленькое окошечко она как ударила только стекла полетели и сразу воздух хлынул у меня водка я там первый раз услышал как издеваются эти рядом уже знали что я верующий кого прислали там за камерой я не отвечаю они мне всегда которые там охраняют ходят а почему не отвечаете я говорю закон запрещает согласно правилам такого-то параграф такой-то я их сильно приводил это смущение вот как в первом круге у Солженицына когда он книги-то отобрал он говорит согласно параграфа такого там Евгения играет вот вернуть надо так и эти нельзя одна я тоскую а и детях плачет ей сейчас вылечит он поднес шланг шланг и потом внезапно другой там включает и он полной струей в окошечко в это кормежку-то их начинает поливать там виск стон стоит со мной ни разу этого не было я встаю рано значит в шесть подъем если у них то я в четыре по мне стверяли время я как лег вот отец как вы так получаете вот руку положили так и даже ни разу не пошевелились за ночь и там в глазок смотрят вот сейчас он встанет сейчас смотри ну так я уже потом все это узнал ровно в четыре меня как-то в бок толкнет все я сразу встаю и перекрестился сходил в туалет меня в туалете никто ни разу не видел пока я там был у них потому что самое время спать уже угомонился народ и вот я сразу молюсь и со мной разговаривать одна такая стучит деда я хотел спросить деда о котором у меня север лежит макака закрой дверь это не дверь это тачкота которая еду передают ты видишь человека нету как нету он уже стоит тут нету но когда он молится его нету к нему никто не имеет права обращаться и он ушел да она сразу захлопнула понимаешь как и вот когда меня оттуда в камеру приводят уже моя камера он и ведет меня ну там распустили все а меня ведет политрук пулиновский владимир александрович как сейчас вот так куда же вас поместить я говорю да где меньше дыму да тут везде курят а кто-то ему подсказал да вот камера 112 там же север сидит о правды завели когда меня я гляжу а там маленькие консервные баночки в них вина земля и что-то растет там столько сумочек висит да кто же это такой а он в это время у него суд идет его ввозят в суд потом обратно ему скажут тебя папа подсадили то вот еще не хватало когда зайдет ну дальше маленько поговорим наш район мамонтовский и он ягод он про меня начал рассказывать да много рассказывает не встречался а знает а почему а ягод рыбак а ко мне приезжали разные там люди важные космонавты там перечисляют там секретари и когда-то прокурор один его кто-то вызывал прокурора с кем-то на охоту и когда все уже на охотились поели тогда прокурор говорит ну вы же не зря меня вызывали пришли а там видимо взятка хорошая была да сына у меня арестовали он уже знал и там помянули и говорит про вас вот такой человек есть он сам заблудился и людей в заблуждение вводит это мне а он никогда не думал что со мной встретиться и на его жена по нашему это желанию в москве заедет к нашим и как она ходатайствовала и я где ходатайствовал за него ему кажется 14 лет дали ну четыре дня сидел вернулся а потом о нем отдельно буду говорить если нужно будет вот так я только захожу в камеру камера 25 человек а их 75 спят попеременно там не думать что беспорядок там строгая иерархия где-то я только зашел дым руками ощутимая тьма была в Египте тут ощутимый воздух я перекрестился мир дому сему зашевелилась вот такой вылазит там вал выше меня говорит на две головы наверное а кто такой ну я называюсь какая статья я говорю 190 приму к РСФСР что мента грохнул да не убил нет это грохнул значит завалил как говорят нет я говорю это 190 а у меня прим вверху апостров что такое это политическая статья во какую птицу к нам загнали ну и дальше только заговорили маленько то и все так у вас какая-то книга с собой есть я говорю новый завет и могли бы нам почитать вопросов нет во сколько отбой отбой ну назовет в 10 допустим в 10 а ужин во сколько я вижу какое пространство вот в это пространство я буду входить но надо мои условия выполнять какие не курить не разговаривать в это время вопросов нет дальше что найти людей которые не курят нашли 3 человека вымось тщательно с мылом руки я посмотрю я им дам они будут считать а я буду растолковывать как за кафедрой как у меня в университете дубунов считала вот такая история ну а дальше уже понятно тут я в своей упряжке всем говорю со всех сторон пошли запросы у нас завтра на суд надо помолиться огромный срок будет и что интересно господь как сделал сразу сроки у этих людей раза в 3 меньше так там такое началось они любят прибавлять еще что будто бы я тюрьму открыл и выпускаю кого хочу прям это вообще а когда на пересадке были попутно скажу кажется новокузнецкий только камеру открыли я захожу а там молодой человек крусоволосый такой с вас ростом а вы кто такой я говорю какой то а я сон видел и мне было сказано к нам в камеру бог придет я говорю да какой же я бог я о боге говорю нет бог придет а я говорю у меня слово боже с собой вот как я еще не пришел а уже камера готовая а они двое с цыганом были цыган дочь зарезал за то что не послушалась где-то играли там они домино а тут все тут я на ночь дал ему новый завет и он все переписывал до утра а цыган злился что вот играл а сейчас не хочет ничего я отвечаю что охранники подходят а мы находимся на втором этаже или на третьем на втором этаже а там с третьего видимо этажа приходят и слушают дверь открытая дверь открытая это вообще неслыханное дело я кого не спрашиваю и не верю даже даже никак ну у меня такие случаи в жизни были что вот сейчас познакомился это анаит это армяночка но она настолько привязалась прямо настолько она близкая мне стала и она живет там в имени или как назвать хозяин у нее она как домработница генерал-майор и она с ним все-таки его она вызвала она внимательная когда я тут во время собрания говорил я говорю чувство благодарности почти везде выполнил но одного не могу найти прокурора алтайского края Параскуна это Юрия Педоровича и она услышала и к самому генералу он говорит а у меня знакомый генерал там есть я ему скажу он найдет что здесь это она услышала только и сразу в дело пустила и прошло несколько дней и она с ним уже сидит перед экраном и мы беседовали с ним я больше слушал но материал никого не бойся что будет и у него что-то такое там тревожное состояние было и эта статья проповедь моя усатая Наталья вытащила я его там разными цветами сделал для местописания все красным курсивом жирным и ну и прочее и он как-то пришел дня два назад и она хорошая работница там святых деревья какие-то посадила ну и они ей довольны души не чают но только он опасается с кем ты поедешь то она готовится к окрещению ну а теперь то он знает пришел и что-то там где-то картошка там картошка ну мелкая прям ну вот такая вот наверное и роски еще роски то не обломана то я Игнатию Тихоновичу позвоню скажу и она снимки везде делает сразу снимок картошку это и сниется дорога идет и вот Бог как делает и в камере мы может быть вместе приедем я ей говорил что может быть поедем вместе и вот здесь я теперь с первого же дня имею тех людей которые около меня недалеко которые спрашивают я с ним хожу отвечаю днем когда делать который к вечеру то это отдельно будет у меня место для проповеди но я там недолго допустим неделю как я вел себя при психиатрическом обследовании там что не боялся смело входил к преступников там увещевал ну считали характеристику то какую и вот такую не напишешь характеристику то это Бог так делает как в восьмидесятом то олимпиада закончилась и мне освобождение чтобы я дал обещание архипелаг не распространять а я это освобождение взял да порвал говорю я хочу в суд выйти и как там подполковник был Никулин вот Юрий Пёдорович тоже он и он порвал мое обращение что я отказываюсь выходить из тюрьмы то здесь в суд не надо а то тут мразь всякая вам вы там нужнее вы своего золотолуста хоть мешками распространяйте и как он меня на машине привез домой сам при всех регалиях там щит и меч какое ну то считали про это я вашей матери обещал мама уже не было уехала я вас привез и мы до конца перезванивались и жена говорит что умирал как он он очень был расположен вот как бог делает я когда говорю а вы продались и матери баптизисты так ну шаблонно вы продались и поэтому с вами власть и так обещала а я оказался там в лагере жена там где их пресвитер отбывал мое пребывание там меня под опеку господь сразу отдал начальнику отдела отделение одного там которые больные легошники другие словак владимир васильевич и он мои проспоры библия большая у меня была как только какой шмон а обыск он сразу себе в сейф прятал вот бог же делает так я его никогда не знал как он меня вытащил с рабочего места где я был бегом ночью-то за нами никто не погнался а утром-то уже там разберутся где и меня спрятал незнакомые с врачом договорились там была Татьяна Прокопьевна и что у меня затемнение легких мне необходимо лечение и он меня сразу двойную порцию там масло молока и у меня все исчезло а когда я вернулся уже домой наши там ну домашними средствами там мед сок свеклы там еще чего-то морковь и алоя и в церковь не ходил у меня бороды нету оскверненный ко мне на дом священники приезжали я все соблюл вот коротко сказать так готовиться надо так ни за что не цепляться дети жена забудь все один Христос им там легче ни одного лишнего слова не говори кто спорит нигде не встревай ты сразу наживешь одного врага ты знаешь знай про себя молчи никуда в сторону о Христе Христос и я все а когда люди обращаются они сами видят они видят как я одет передачка как-то это прошла я тут же ее взял и раздал и они да ты хоть себе-то что-то возьми да не надо я сытый священник приехал когда мне исповедовать договорились то а я пощусь и там и день второй а там наркоман ну я получаю порцию это свой там кашу там даю он я дубль дубль это двойное как в домино рад такой был если а священник узнал и мне запретил больше не надо тут туберкулез свирепствует вы сразу заболеете ну я костик то не худышный а все равно и приехал отец Николай я ему говорю каюсь ну вот вы что делали отец Николай я другим не могу быть я это обязательно буду говорить обязательно я ему не сказал только вы меня благословляете а ведь я его захватываю в этот дне вот потому что он не проповедует а я возьми да и скажи архиерею вот это вчера который вы мне дали это осмотрение я назвал ее алтарь при счастье у себя в случае чего найти можно будет известие учительства люди эти не благовестники это стопроцентно которые писали он правильно написал где-то неправильно где-то по наитию где-то по ошибке а где-то по подсказке ну надо это ну до такой степени да там какую-то да где-то одежу когда она появилась то у вас одежа то сакасы разные ну сами подумайте и вот когда они машут вот это вот сакасом там это для того что мух гонять мух отгоняют всего назначения то какое то а из него уже сделали сакральная материя там как прикоснуться нельзя ну не так же я не против пожалуйста ну главного то нету все для того чтобы была жизнь а жизнь там где христос а христа нигде нету вы установили вот такое пролили кровь это кровь не на голгофе да кровь я в это верю ну как подал чашу и пили никакой теплоты не лили туда вы по порядку то начинайте рассуждать но тебе по-другому не придется делать делай как говорят делай это не повредит но для себя всегда знай во время христа у апостолов так не было и по кругу пошла эта чаша вот как у тех же баптистов но это только метод подражания там ничего тоже нету вот коротко ну и днем я беседую с одним другим и много переписываю из нового завета когда иду и когда-то ведет одна там женщина небольшая водила на допрос когда ее звали Эльза Кох это такая свирепая была там в Майданеке или где-то там не знаю в Освенциме такая женщина там она уничтожала буквально людей ее такой звали она такая вредная где-то а когда шли она меня ввела где-то а я вот заучил наизусть когда будет пасхария в каком году на 20 лет вперед я думал мне меньше 20 лет не дадут и поэтому все заучил думаю бумажки отберут я готовился вот как готовность была готовность с Богом быть вместе и поэтому один сказал говорит Игнатий работал сутками два с половиной часа на сон уходил так он хоть у меня хоть маленько отдохнет хотя с таким выступал хорошо что брата посадили а то молить себе негде было дома то вот эти вы хоть раз тут должны побывать когда приедете да Игнатий 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 обязательно ну и вот такое дело она меня ведет еще то спросила про праздники Господь же так сделал я в карман у меня все праздники переписаны я достал и говорю вот они что такое так она меня когда ведет ничего нельзя брать от следователя от следователя принесет там чесноку бывает Надежда Васильевна дает там или еще что то и я выйду и скажу такой спрячься никто не видит все разрешала мне делать и идем беседуем там никакой эльзы я не увидел я увидел человека интересного она небольшого роста такая была которая любит искать спасения а когда я освободился а там когда прогулку поднимают там на четвертый этаж вверху а там все решетки толстые такие арматурины периодического пропиля еще горячий катанный называется а сверху ходят все время смотрят что там люди делают ну и я сказал охраннику я говорю а тут недалеко деревья может там там листики падают да полно листьев я говорю а не могли бы мне несколько листиков дать осень я любил их закладывать в тетради ну воспоминания то и он мне дал Иван звать его там Боброк или как то так после освобождения я пошел к тюрьме узнал где он живет я отблагодарил его как мог а он только мне 2 или 3 желтых листика дал и поэтому сейчас вот вроде бы я так понял что Айладычук берется там все это разузнать а тот хотел своему генералу в Барнауле позвонить и она будто бы вплотную меня уже свести с Юрием Федоровичем ну отблагодарить а благодарить меня есть чем он сильно помогал нам мужик я говорю вышел как там мужик а вы где были а у кого сидит там где секретариат их я говорю в прокурорах как вас запустили я говорю вопросов нету я даже я могу два раза в день прийти в любой день а я два года хожу не могу попасть к секретарям куда-то толкают там к заместителям вот Бог же так делает и мне обязательно его надо увидеть я хотел сфотографироваться с ним он говорит нельзя у меня я на такой работе когда не буду работать уйду на пенсию тогда сфотографируемся и вот так все получилось мне надо найти его я ожидаю встречи вот если Господь благословит а я зарядил для Слова Божия нету он у меня упоминается двадцать два раза ну поисковик я заложил там alt и на alt еще там какое-то h h и она там букву на что слово на слово заменяет я пишу там и на alt она не заменяет но показывает сколько есть она техника не понимает что ее обманули но она точно говорит сколько чего и как ну знаете да 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 контроле вот эти две отсидки ваши вы чему-то вы как пользу в этом видите вы увидели что что-то вы ну что-то новое приобрели и чему-то научились чего бы мы не могли научиться не попав туда да я сразу признаюсь что вот именно с людьми какого характера. Специальный человек, подсаженный, чтобы у меня вымотезать, где архипелагу, лаг, книга. У меня не было этого опыта. Не было. Я только по архипелагу, гулаг, все узнавал. И, конечно, в личном общении с новыми людьми. Я никогда не думал, что я за заключенных буду заступать. А политоотдел Ульяновский-то, Владимир Александрович, если что-то не так будет, вы сразу давайте знать мне. Ну, а что-то не так-то. Я доволен всем. Ну, взяли одного. А у него один глаз. Он за воровство попался. Где-то уехал, нормально жил. И в Барнауле ехал с женой уже. И решил в эти папиросы купить или что. Его сразу взяли. Это не Барнаул. Говорят, это яма проклятая. Зачем я вышел? Сколько лет прошло, и у меня как они могли меня взять-то? Ну, и сразу арестовали его. Там за ним еще-то сислилось в воровство. Ну, с одним глазом. И вот его вызвали на допрос здесь-то. А потом он, видимо, не говорил. Они двери-то открыли камеры. Как дали ему? А длина шесть метров. Он пролетел это дело и головой опарился о батарею. Я сразу же посвящал этому. Вот так вот. Охрана-то ходит. Я говорю, подожди, что нужно? Видимо, они предупреждены. Я говорю, политотдел, позовите сюда. У Леновского. Зэк кому-то говорит призвать сотрудника с ума сойти. А тут никакого. Сам... Маленькое время только прошло, он явился. Меня сразу вызвали. Что случилось? Я говорю, вот только что вы... А я не просто говорю, а у меня слезы. Мне жалко всех этих людей. Я уже им свидетельствовал. Это могут быть люди, годные для Христа. Я говорю, вот так и так. Что они там... С чем он не угодил? Вот так ударили. Вот в нашей камере. А мы сидим там пятером только. Да вы что? Ну, там, конечно, разбор. Кто допрашивает, будет при своем месте. Ну, и прочее такое. Вот я всегда за этих, которые можно было где, я давал знать. Иногда начальник тюрьмы Соломин Александр Семенович. Вот Семенов встретился, где нам теперь. И он все меня расспрашивал. Дорогой мой, вот так как это будет? А вот такое есть опять, дорогой мой. А потом мы на свободе будем встречаться с ним. Полковник. Ну, как первую ночь ночевали? Да так ничего. Ну, никто вас не трогал. Я сразу в сапогах сапоги-то снял и портянки там развесил маленько, а еще камеру не отвели. Зашел один капитан и ты что же размазал здесь, как сейчас начнут дам тебе то другое. Я сказал, да вы что? Он сразу вызвал дежурного. Это кто такой-то был? Да это проезжий был, тут что-то он приезжал. Да где он? Да нигде нет, и он уехал-то. Ну, маленько-то смотрите, кто перед вами. Он вот так за меня заступался. Когда этот Улиновский ввел меня, показал кружку, да какая кружка-то она, Чиферина, он как запулил ее вдоль, загремела по коридору там, сразу, которая там снабжает этим всем, и сразу новую кружку дали. А этот начальник-то тюрьмы меня спрашивает, ну как? Я говорю, да все, ничего, так-то нормально, ну и это уже у меня не первый раз здесь. И он сразу вызывает, которая там как-то не называет, с заключенными снабжает всем. Там, ты маленько-то смотри, кто перед тобой, еще же вы так. Ну и уже ничего больше нет. Там все-то со стиркой я никогда не давал стирать. Когда ну, венут под душ. Я-то сам постираю. А проходят, давай, постираю. И вот одну давай постираю. В клочках, когда проповедовал, там, из дома в дом ходили, ее нашли, она вышла, и здесь вот встретились. Да там воспоминания-то какие были. Вот Бог все устрояет. Это никогда не значит, что мы разбились, разный концов деревню захватили, она в этой деревне, и именно я к этой дому подаю, именно она из дома выйдет. И все это вспомнило, что я не отдавал стирать. Это нельзя придумать. Вот такие встречи. И поэтому опыт у меня, конечно, не полный был. Да, терпение, то другое. Ну, я не знал, как. И вот в данном случае так, как я ночью себя буду вести. А где, если у меня негде. А как то. И главное, курить. Они там подходят, и дым, чтобы шел на улицу. Заключенные. Вот как. Ну, и ты должен себя показать. Нигде не лезь. Ты в молитве. Ты в чтении Слова Божия. И кратко-кратко сказать на детской карат, чтобы никого не засыпить. А так скажи. Да, мне это дали книги, но далеко не все. Я должен был сам на себе, на своем хребте. Книжным способом это, ты знаешь все. Вот поступай так. Вот почему 2.18 Якова, мне нравится этот стих. Покажи веру твою без дел твоих. А я покажу. То есть ее можно показывать? Чего бояться-то? Тайна. А я покажу. Это Яков говорит, я покажу тебе из дел моих. Вот дела мои такие. Я рассмиряюсь. Поэтому так вот, когда я зашел в чатру летку, благодаря Сергею Козлову, впервые я коснулся так близко с этими людьми, которые вот это признают. И дальше как было? Как это развивалось? Я нашел самый главный у них сура Аят. Пятая сура Аль-Майда называется. И 68 Аят. Бог Всевышний дал нам и жил Евангелие, по нему поступайте. Я отвечаю, ваша книга меня одобряет, а моя книга вас проклинает. Проклят, кто будет говорить не то, что есть. И когда вот Иса тут таковы, говорите, что Бог. Я говорю, вашу книгу не трогаю, мою и злость. Я не разрешаю. Ваше Саи, наш Иисус Христос, про Него у вас слова нет. Между ними 1600 лет. А где написано? 3.35, 19.28, это, я говорю, сура Аят, сура Аят, сравнить с исходом 6.20. Все. Я далеко не знаю. А то, что до этого я изучал, говорить, толковать, или я понял, не надо, они не знают, зачем голову забивать. Я все бросил. Я взял три от силы четыре стиха и все на этом. И поэтому результат такой, что человек понимает, что я заботюсь о нем. Ну, вот так, что я могу сказать. Ну, все понятно. Благодарю за ответ, Игнать Ихнович. Ну, еще один вопрос такой. А, ну, еще к этому тоже, дополнительно к тем. А были ли, там, вы не нашлили какого-нибудь Анисима в тюрьме? Да. Вот со мной, людей-то там больше было, а когда я встал, я призвал к молитве, кто-то встал, а он встал и заплакал сразу. Редькин, Владимир Прокопьевич. И, ну, теперь мы остались вместе молиться. Он не на шаг. Сразу власть узнала, и поэтому, чтобы других не заразить, они нас обоих вытащили с постелью, ну, совсем, свой выход с вещами называется, и в нижний этаж, а там половина только кверху, а половина под землей. И мы двое, нам это и надо было. Так, понимаешь, это все так. Я ему это все рассказываю, ну, какой я певец, ну, ради почести и славы стремлюсь я к Божьей, к небесам. Вот это, я баптистки какие там есть, православные. И он все время плакал и молился. У него живот был вот таким пузырем, лишь, все это, ну, замдиректора завода. И он неделю через полторы полностью уничтожил этот пузырь. Ничего в рот не брал. И главное, достал как-то пустую чашку, а за нами вазок наблюдает. И он ест как будто, а там ничего нету. А с кашей стоит на полочке. И когда все отходят, он, господи, прости меня, пускай рыбки едят. И в туалеты смыл. Я уже стал заботиться, я говорю, Володя, ты хоть маленько поешь, отец Игнатий. Я заморю этого Мамону. И все. А то не знаете как, а то другой этот, который у нас все время бьется своими килограммами, все, жениться каждый день надо, да не на один раз. Это не годится. Я в это верю. Меня дважды прищищали в СИЗО. Дважды. И при том, один раз благощина Алтайского края. У него власть была по церковным делам, говорит, как у митрополита. Мне говорили, передали там от епископа какого-то. Вот такое дело-то. И с ним тоже по-хорошему. А Надежда Васильевна идет перед окнами там на улице-то. Ну и меня она увидела. И вот так вот дела открыла. А в ней написано вас слушают. А тут я вижу, у нее провода натянули-то. Что я скажу на исповеди-то? И она открыла из разных... А сейчас сделали эти помещения, где допрашивают, на другой стороне, в тюрьму от коридора. Надежда Васильевна себя показала даже не выскажешь как. Она очень хороша, когда меня нету или я сижу где-то. Чтобы не мешался под ногами. Она и там до генеральных прокуроров дойдет. И на самолете. Вот такое дело. Она, да. Она расцветает в этом, когда заботится. Да. Да. Тут тут уж ничего не сделаешь. И я примемлю это. И у меня сокрушение такое, что вот там где-то что-то может обидел. Стихотворение-то написанное. У меня тюремное стихотворение плодобитые были. 90... Это сказать, 90 с чем-то стихотворение написано в 86-м году были только. Я бы сегодня это не написал. А псалтыри. Ну, такие... Увидите, где слово тюрьма стоит. А были ли священники или православные, которых вы там встретили за это все время? Когда сидел... Которые там сидели, да. Когда встречал, нет, меня нигде не пускали в одной камере был. А вот когда ходил, сотрудничал с тюрьмой 18 лет, то там встречал как-то Зосима, а его звать Михаил. Мишка, иди к тебе пришли за совращение малолетних. Какой-то иеромонах. Другой был там из, кажется, Критманова. Вот. Отец Владимир, там, Володька, иди сюда. Его сестра стала ходить на занятия в университет, то другое. И он как бы попутно об этом священнике сказать. Его что-то там запутали, что дом купили ему, а он вроде продал машину. То есть такое поповское мелкое дело. Ну и раз я уже знаком с ним, я пошел ходатайствовать. Вот что интересно. Пошел я, тогда был здесь Максим, кажется, Дмитриев фамилия, епископ такой. Нехорошие были отношения. Или Антони. Антони, может, был. И вот какие у него были враги, на пути я стал делать, они мешаются. Их страшная участь постигла. Сын Капранова, я не знаю, 31 год был, Заринский-то. Он против него был. Что почему-то против этот, который по денежным делам, кто он там у них, казначей или кто. Вот. И когда я ходил прокурору края, где-то, ходатайся за ним. А тут так. Шопер убивает этого казначея. Тот 31 год внезапно умирает. И епископ умирает 41 год. Вот. Все как вымело где-то, а его освободили. Суртаев, отец Владимир. А теперь я с ним беседую. Отец Владимир, говорят, что вы говорили, что у нас икон нету. Да, говорил. Но ты же видишь, Знал, что они есть. Знал, такие вопросы. У меня не по одному делу. И так говорил. Он не отрекается. И чтобы к нам не ходили. А теперь сам стал ходить. Ну, а потом отошел, образовал себе компанию, называется Красный Дракон. Там куют разные эти, ну, хорошие ограждения. Его ограждение, кажется, КГБ ограждают. И так уже с друг другом больше не встречаемся. Там мне лишние встречи ничего не дают. Вот, Игнать Тихонович, еще вот у меня такое наблюдение, не знаю, правильное или неправильное, но мысль такая. Ну, я встречаюсь, слушаю, как говорят некоторые священники, или даже православные, которые уже лет там 40, всю жизнь, можно сказать, в православии, да, те люди, которые, вот из них имеется в виду, когда-то какую-то веру имели, какую-то горячую там, или какую-то, но потом ее потеряли, стали, ну, все, эту веру потеряли, они и других хотят лишить этой веры, то есть, они, когда видят, что кто-то молодой или еще что-то горит с верой, они его хотят потушить, наоборот. Да. Вот я заметил, как только встречаешься, они говорят, о, это ты, говорят, еще, то есть, вот потом ты, когда узнаешь, а сейчас ты, а в Библии мы читаем, наоборот, написано, Господь, он говорит, что за то, что ты оставил первую любовь свою, то есть, вот та первая любовь, горение, вот то, она только Богом и приемлется, а то, что потом, вот это охлаждение, оно неприемлемо, его не должно быть. Ну, да, Господь сказал, обходят море и сушу, чтобы сделать сыном Гиены худшим себя, худшие себя, они другими не могут быть, и как-то там, какой-то там сабантуй был, там сидели священники много, и кажется, архиерей был, сейчас не знаю, ну, благочинный Красноярского края, Бурдин, отец Александр-то, а у него жена, он-то против меня был, еще его трогал, не знаю, а жена его Анна, она буквально влюбленная была, но настолько она добрая, когда шел процесс, она сидела, яйцо над собой показывала, вот так, а потом тут решетка, где я сижу-то, ну, а когда выше-то, дверки-то не закрыли, она успела пройти туда, и туда под сиденье сунула руку, смоченную какими-то ароматами, чтобы у меня пахло хорошо, когда меня судят, а там заметили, да сколько обыска-то было, еще она там приклеила, она ничего не приклеила, она просто это, благоуханием там промазала все, сверху-то нет, а снизу-то не тронут, вот такое, по мелочи, а оно все там очень важно. Даже глянуть. Вот, когда выводят на прогулку, а я, куда снег-то выкидывают, они не через верх, а внизу щель такая, ну, смотрите, это 20, голова ни одна не пролезет туда, и туда у нее лопата снег, а он снег вниз падает. Я туда глянул, и там увидел Надежду Васильевну, где-то, ну, а дальше я смотрю, там видно храм Покровский, купол, так вот, когда выйдут, ну, надо час по нормам, а они, ну, минут 20 проходит, так, там один заходит, такой здоровый дядька был у них, охранник, ну, ладно, не стучите, маленько побудете еще, ладно, отпущу вас. Никто не стучится, не просится, время, ну, и все, все говорят, ну, что сделаешь, ко мне подходит, открывает дверь, а я не выхожу, а что, я говорю, время это не кончилось, часу нет, откуда вам знать-то, часов-то нет, очень просто, я пришел в тень, я заметил, где была на стене, вот видите, там, я пальцем провел, а вот сколько прошло, прошло всего только сейчас, 23 минуты, они у них глаза на лоб лезут, а им, когда всех убрали, а я один, им надо охранять, коридор охранять надо, под которым поднимается, на этажи надо охранять, им надо меня загнать, он приходит, умоляет, ну, пойдите, пожалуйста, мы в следующий раз вас-то камеру на прогулку поставим, чтобы храм увидели, он узнал, что мне нравится, ну, уж если храм показать, ну, тут я согласен, я иду, я однажды написал жалобу на них, на это, и положил ее на стол, когда уходишь, они тогда заходят там, человека три везде бьют, киянка, киянка, деревянный молоток, над длинной ручкой-то, и у меня на столе написано, кандак, такой-то, для, кавкафи, слава богу за все, и мое заявление, заявление, что неполное время, я должен сейчас, согласно такого-то параграфа, я все, как заявление-то, а они это сразу, взяли заявление-то, а я захожу уже, они меня не видят, и говорят, кандак, это не просто так, их слово кандак, свое тело-то, я когда, я знал, что они возьмут, и дальше я напишу больше, я стучу и так, и так, в чем дело, у меня на столе заявление, начальнику писал, и его нету, да никого не было, там не брали, я говорю, я пишу второе заявление, только напишу еще больше, что вы делаете, маленько поглядя, они приходят с заявлением, мы вам отдаем заявление, только никуда не пишите, то есть, я тоже иногда зубу показывал, ну еще последний вопрос, ну, вы работали целый день, да, целыми днями работали, а вечером, вечером, уже где-то до ночи, тоже бодрствовали, потому что два с половиной часа спать, ну три часа, иногда четыре часа, все остальное время же, это от вечера до ночи, примерно, вот это время, когда голова-то особо не работает в это время, ну, какие-то умственные, какие-то интеллектуальные, какую-то работу вы же не проводили, какой работой вы занимали это себя время, ведь спать-то хочется, спать хочется, у Назарова я научился, он об этом писал, я скажу, Назаров его, который, к клинике, он там показывал, какой он формат, Илья Азаров, Илья Азаров, да, вот он говорит, что днем я профессор, он преподает, а потом, когда сон подходит, я там это, ну, на растяжке ногам-то, он сам на специальном станке все делает, я насчитал уже, что есть, в ночное время, я сижу рядом, тетрадкой, я выписываю, составляю симфонию, а сам переплетом занимаюсь книг, или подшиваю там обувь, или еще что-то делаю, когда сон находит, и поэтому я бодрствую, но я не так, что хватанул бы, я по пять минут оставлял, по пять минут, меньше, день-два, у меня норма, я снова, тут все учитывал, и поэтому, два с половиной часа, дальше я попробовал, я стал засыпать, все, остановился, я благоразумно поступал, я не брал нахрапом, вот я такой-то святым, Арсений Великий говорил, монаху достаточно одного часа, ну достаточно, вот когда смотришь в монастырь, он вот так вот по стенке ползет, ползет вниз, уснул, спит, нет, это не дело, я не должен спать, я должен бодрствовать, и поэтому я бодрствую, бодрствую, молюсь, встану, помолюсь, совершу молитву, краткую, и опять задело, а в это время, мониторфон крутит, уже накрученный, или я размножаю, у меня одной кнопкой, 10 магнитофонов срывались сразу, на двух дорожках, на скорости 19, а когда прослушивать, на скорости 4,7 сантиметра в секунду, и на две дорожки, вот во сколько раз быстрее, до 10 еще, да подписать надо, у меня сон не приходил, куда все девалось, но вот так, это было время другое, сейчас я, конечно, не потяну, но, когда коснулось, чтобы в интернет ставить вот это, и надо было цифровать, вот расскажу, никто не поверит, один сделал мне магнитофон, подсоединил, как, и вот, у меня ушло, я не знаю, может 5 дней, первый я сразу хватанул, 16 часов, работает, магнитофон, дальше 17, там 18, следующий 12, 19, последний день, у меня кажется, 24 часа ушло, я вот так вот иду, вот до сюда дойду, механически, я поворачиваться должен, я чуть повернулся, а где я нахожусь, я не пойму, в каком городе, что, кое-как мозги сработают, так вот работает, я проверил нормально, а спать нельзя, вон до двери дойду, вот в этом здании, вот в этом, в этой комнате это было, дойду и опять заснул, заснул, вот заснул, значит, секунда, две, я опять, вот как было дело, почему, надо, слово надо, в военное время, молодежь, все знали надо, а остальное позади, надо, значит, я обязан сделать, а давать кому-то, я один раз дал, они там не те пленки положили, чистые натолкали, а они ушли, а теперь оттуда присылать, и какое мнение обо мне, и поэтому я все сам делал, только помогали доставать катушки эти, а они на три размера, есть там 270, 375 и 520, 520 это 12 часов слушать, 12 часов, а эти самые хорошие были, 375 метров, 8 часов 20 минут, вот три, это оттолкование нового, откровение, три, там, на новый завет, у меня пачками шло, все подписано, откуда только народ не ехал, даже вроде бы были из Бразилии, там, оттуда, вот, Южной Америки, это нельзя сказать, нельзя на себя это взять, неукротимость, и когда я на механической работе работал, физической, у меня такое же было, вдвоем, втроем они едва-едва печку сделают, там, за три дня, а я за день две выкладывал, у меня поэтому всегда были деньги, ну, деньги как, они в руках-то у меня были, воспользоваться ими никогда, вы сами знаете, что означает десятина, и поэтому, решиться на то, что я решился, это Господь побудил, я так понимаю, девять, плати десятин, и всю жизнь, это, я должен две-три работы был иметь, и у меня все получалось, я не считал себя, я добровольно взял на себя, и поэтому так многое, уходило все бесплатно, поэтому такие благословения, такие сны, я во сне вот все вижу, ректоров университетов, с ними разговариваю, тут новый институт, как мне туда пройти, как там, какая аудитория, я все проповедую и во сне, нет мне отдыха нигде, я никого не прошу, и не скажу, давай там подражайте мне, как я Христу Павел говорит, я не могу этого сказать, никак, мне даже думать об этом некогда, я знаю надо, вот вы еще радали, я сказал не сразу, не сразу, и сразу все отложил и сел, и все дела отложил, пока не дошел до конца, смотрю, остаются 15 страниц, зазбился, думал, сегодня у нас суббота, была пятница, батюшка приехал не вовремя-то, и я тороплюсь за это время, никак, медленно, медленно ползет у меня, надо выделить, надо масштаб другой поставить, надо подчеркнуть, и наконец закончил, закончил и сразу вам, потому у меня такая радость, потому что я знаю, как вы быстро мне отвечаете, вот называется, это мне нравится, импонирует, очень близко, сразу прям, вы сделаете там, заглянули, сколько, сколько ушло времени, вы говорите, три секунды, ну вот на днях, то что-то там было, сдвинуть текст надо было, у меня, я не знаю, то есть я все знал, и меня все вымело, у меня на работе, на работе стоит компьютер, рабочий, и справа у меня ноутбук, специально для этих целей, так раз, я поднимаю, раз, сделал, раз, опять, а вот следующая неделя, я уже вовсю начинаю, богово, вопиять, чтобы вы мудро поступили, мудро, вот то, что такая, такой экзамен идет, и везде, то, чтобы, они увидели вас, настоящего христианина, и спросил, ездор, ты еще не принятый? Вот, я сегодня, как раз хотел, в среду, в следующую, он выходит уже первый раз на работу, в среду, в среду. Слава, ему надо помогать, он простой очень, приняли его, чтобы он нигде, никому не верил, запомни это, скажи, только не спросил, начальник, работа очень опасная, и поэтому не доверяй никому, иначе ты горло перережут тебе, которое вздумает захватывать аэродром, то есть, ты должен так только, но смотри, я в армии служу, породко сказать, ему может сказать где-то, я себе не выбирал, куда, меня в морфлот сунули, какая моя заслуга-то, да никакой, назначили, и когда образовался в 61-м году, первая ракетная часть, ракетная, специально, и сразу набрали, у кого больше среднего образования, меня сразу перекинули туда, какая моя заслуга-то, никакой, но там ракетная, так так, там техника-то другая, я, тогда-то еще ничего не было, того, чтобы вот так, СЕФ у нас, СЕФ это мы, станция единого времени, я вот, в обед, когда говорят, такие-то такие, пойдут дежурить, никуда не назначают, и да, когда выходить, допустим, в 6 или в 8 вечера, мы должны отдохнуть, я ложусь спать сразу, а эти играют, они идут, и дальше спать, там будут, а там их сразу накрыли, я на это никогда не шел, у них это обдумано, я думаю себе, я в армии нахожусь, у меня опыта никакого, но я иду, но так как я все время стрелял, и на, где там, тренировка-то идет, у меня пуля в пулю ложится, и все знали, как я стреляю, снайпер, без оптического прицела, и я сразу предупредил, обычно как, стой, кто идет, стреляет, а в воздух, я говорю, я не буду вам кричать, стрелять, я сразу вас, как появляетесь, на проверку-то, я сразу пристрелю вас, что-то у вас на лоб, как маска какая-то наделась, ну-ка, тень какая-то, не знаю, ну-ка, посмотри, там выключи, опять, вон она как, не, это маска какая-то, мгновенно сейчас как повели, и лицо исказило, так это картинка так рисуется, ну вот маленько отошло, прям нехорошо раздета на квадраты лицо, я сразу обошел склады, интернет когда, когда интернет ухудшается, тогда, ушло, вот, я обошел склады, с которым иду, принимаю их, пломбы проверил, все ушли, теперь я загорожен, склады, я проверяю, где порвана проволока, связал ее колючей проволокой, где банки какие собрал, и подвесил на нижних, то, чтобы она загремела, у меня слух хороший был, очень хороший, и дальше собачонка, я с собой взял что-то поесть, я ее прикормил, и обошел откуда, чтобы мне видеть, а меня не видели, потому что рядом воинская часть, и когда они идут по дороге, они видят парень с девкой, они сразу звонок, оттуда сразу патруль, на вахту, они идут, и меня нигде нету, а я их вижу, они идут, я спать не ини, а с тобой у меня, там, английская книга, я где-то посмотрю, все усовершенствовал, английский язык-то, я знаю, что обязательно они позвонят, обязательно они придут, но они меня уже знали, шуток нету, если они идут, кто, я не кричу, они далеко идут, кричат, свои идем, свои, не стреляйте, свои, я их сразу взял в рамки, я тогда выхожу, а то он и не знает, а я маленько как окопщик сделал такой, это собачка около меня есть, и меня нигде не видно, там растут лопухи, и я залег, вот когда четырех-то-то их пленили, в Чечне, когда-то, катавасия-то-то была-то, если бы я там был, а они с чипером сидели в одной, которая там пропускной где-то, они днем там ездили на газели, в медицинской машине, а тут сразу как голубщика взяли, я бы не так, говорю, сделал, я бы отдельно два подальше, подальше, чтобы никто не знает окопа, а одного оставить здесь, а третий тот на скорости, я бы им прочистил зубы, я не разговаривал бы, их уложил всех сюда, все кончилось бы, а здесь я один, и у меня сразу же пошли благодарности, немного погодя, мне дают отпуск домой, я как я держу, но я тоже поступал неправильно, охота покупать, и мы с товарищем с одним по-английски, он Арапов Валерий, вот запомнился же он, вот, и мы через сопку перевалим, и там море охотское, кажется, и там японское, и мы и купаемся, нас могли захватить, а мы с бегом вернемся, и как будто бы сухоньки, искупались все, опасно, но однако вот такое делал, ходил записываться в легионеры, воевать в Алжире за Францию, о дурак, а зачем, чтобы французский язык улучшить, ой-ой-ой, но я ничего не сделал, никто не взял, и поэтому никому вреда не было, я не прикоснулся к этому, и вот так говорю, конкретно, кто бы что где ни делал, я внимательно слушаю, какой вывод сделать из этого, никогда, нигде не пытаться перешагнуть то, чего не знаешь, даже маленький какой-то случай где-то, я выберу для себя, как бы поступил я в данном случае, ну и вот так, у меня всегда было похвальное, начальство, там обращались делать переводы, они учатся где-то там в академиях, или где, а я долго ли мне перевел, да и все, а они расположены, ну все, спаси Христос, Игнатих, значит, ответы, ну так, старое окунуться, одно раз, поблагодарить Бога, как Господь хранил, один раз я нашел острогу, с такими зарубинами-то, и там, где рыба проплывает, я поймал большую рыбину, и поволок ее, кажется, там старший лейтенант, или кто домой к нему, а жена вышла и говорит, так она негодная, почему, так она икру уже отметала, а я и не знал про это, а я ее волоком приволок, ну, пока я вот рыбина, захватил и вытащил, ну, вот такие вот вспоминаются, где, случаи, если бы в армии сейчас я был, то я бы свидетельствовал, а тогда я не свидетельствовал, но, если уж я на вахте стою, не-не, обычно там выбегали куда-то, где-то, при мне ни один никуда не войдет, я предупредил, нет, я сразу сообщаю звонок, и все, я на вахте стою, мне доверила родина на это, патриот, и все, вот вы как были, вернулись здесь, так и у меня было, а там привезли туркмены, таджики, узбеки, а они не, представь, в тыльняшке, он домой приедет, там в пустыне где-то, они героями ходят, а работать моя, твоя не понимай, а их поэтому долбят, а я за них заступаюсь, и давай изучать, три языка у них сразу, так они около меня, да и говорят-то по-русски плохо, они прям ко мне жмутся, со всех сторон, вот, кто бы этим занимался, кому это надо, а мне надо, чтобы их не обижали, чтобы у них радостные воспоминания были, вот три языка сразу, и сразу стал с ними разговаривать, помаленькую там, подсказывать где, вот просто никуда положить, а у нас положить, ну, положи там, чашку положи на стол, а стакан не положи, а поставь, а они-то не разбирают, его посылают простынь-то, и он говорит, ты мою простынь там на столе, поставь, а поставь простынь, это уже, как немка, зашла у нас домой, она не знает, как сказать, а у них там уток, колхозная ферма была, она утку-то знает, а селезня не знает, она говорит, ох, и жирный уткин муж, а мы ребятички хохочем, а я потом понял, она хоть как-то сказала, я никак не скажу, ну да, смысл передала, ну да, ну все, спаси Христос, ну спаси Христос вас, отхожу, да, все, да, с Богом, все, с Богом, аллилуйя, жирный уткин, нюх,